Вроде бы неплохо. Привет, это Евгений Шиков, это мой курс основы писательского мастерства. Сейчас мы будем говорить о конкретике, это уже не моя часть. Важность названия, думаю, все понимают. От названия зависит, прочитают ли ваш рассказ в сборнике первым или оставят на потом, когда уже делать нечего, типа и когда все интересно уже прочитано. Поэтому к выбору названия надо подходить довольно серьезно. Каким должно быть хорошее название для рассказа, для истории? Для того, чтобы читатель прочитал этот рассказ в первом сборнике, например, либо первом в скачанной папке рассказов группы на конкурсе. Есть очень простой лайфхак. Хорошее название у вас или плохое получилось. Если после прочтения, смотря на название рассказа, весь рассказ сразу же просто искрой проносится в голове и сразу же понимаешь, о чем он, это хороший рассказ. Если же, прочитав рассказ, ты через неделю открываешь сборник, видишь название рассказа и не можешь вспомнить, о чем он, даже если сам рассказ хороший, это плохое название и его надо менять. Начинающему писателю, собственно, довольно сложно понять, вспомнит ли его рассказ читатель через неделю после прочтения по названию, либо вообще будет там думать о чем это и вспоминать, чесать голову и только прочитав там первую страницу поймет и вспомнит, в чем там суть. Это довольно сложно для тех, кто написал своей жизни рассказов не особенно много. Но, в принципе, основные пункты понять можно уже сейчас, даже если вы написали полтора рассказа за свою жизнь. Так давайте посмотрим, как надо называть рассказы, чтобы они запоминались. И сразу же первое, о чем хочешь сказать, это конкретика. Конкретика решает, то есть конкретно, что происходит в рассказе, сама идея, запихнуть ее в название. То есть идея рассказа, как вы его придумали? А вот давайте-ка придумаем, вот мужик попал в прошлое и там сражается с гномами. И берем все это, вуалируем типа Ренат против гномов и ставим название. Все понятно, все конкретно, никто не разочаруется, прочитав про то, как Ренат бьет гномов. Потому что в названии обозначено Ренат против гномов. Это конкретное человеческое название. В принципе, на конкурсах можно встретить довольно часто. В принципе, ничего естественного здесь нет. Вас это в топ автоматически не выведет нигде, ни на каком конкурсе. Но при этом вы можете быть уверены, что ваш читатель запомнит, о чем рассказ после первого же прочтения. И потом по названию легко в любое время, там через неделю, через месяц вспомнит. В принципе, этого достаточно. То есть такие рассказы с такими названиями очень хорошо заходят. Даже я не говорю о том, что на конкурсах. Я говорю о том, что они на книжных полках даже хорошо заходят. То есть, если стоит книга и на форзации написана какая-то конкретика, есть очень большая вероятность, что любители именно вот такого, такой конкретики возьмут. Кому нравится убийство в замкнутых помещениях, обязательно потянутся к убийству в Восточном экспрессе. Либо преступление в Аэроплане, дело о пропавшей горничной. Все вот эти, они простые, но при этом ничего особенного, но это действует. Имена. Имена, в принципе, неплохой вариант для того, чтобы назвать рассказ. И я имею в виду не просто имя Наташа или имя Сережи, которые сами по себе ничего не говорят, эмоционально никак не окрашены и, в принципе, сложно понять, о чем там. Нет, это должно быть в идеале имя какое-нибудь непростое и причем еще обязательно с эмоциональной окраской. Например, просто Иван назвать это плохо, а вот Ванюшка, но обычно идут чуть по более сложному пути, добавляя в название перед именем какое-нибудь определяющее слово, чаще всего прилагательное. Например, Гнилой Иван или Великолепная Анастасия. Что-то такое. Сразу же, как имя супергероя, либо имя персонажа, привязать название рассказа четко к своему персонажу. В каких это случаев подходит, когда у вас в рассказе есть явный один главный персонаж, вокруг которого строится вся композиция, весь сюжет, вся история. Только тогда, если у вас просто несколько персонажей называть каким-то одним из них, вытаскивая его в название, это неправильно, это не запомнит, если это будет второстеп какой-то, либо это если главный герой, но он сам по себе ничего не делает, а только наблюдатель ходит, там смотрит, что происходит и просто докладывает об этом читателю. Нет, если у вас завязан сюжет рассказа на главном персонаже, берете его имя, добавляете эмоциональную окраску, смотря какой у вас там рассказ, если ужас, это ужас, ну и если юмор, то можно что-то юмористическое, и ставите в название. Это неплохой вариант. Итак, с простыми названиями мы, в принципе, все поняли, но вы сюда пришли, чтобы посмотреть, как можно интереснее назвать рассказ, чтобы вас сразу же захотелось почитать. Поэтому первое, что я могу предложить, цитаты. Цитата любого персонажа, любого второстепенного персонажа, главного злодея из вашего рассказа можно поставить на название, особенно если эта цитата много раз повторяется, если это какая-нибудь зацикленная повторяющаяся фраза. Например, вспоминая «Игру престолов», всяческие эти вот фразы, типа «Ланнистер всегда платит свои долги, ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Если у вас есть какая-то такая фраза в рассказе, которую тот часто повторяет, ее неплохо вынести в название. Например, если у вас ужасы, и главные герои попадают в какую-то стрёмную ситуацию, тот персонаж, от лица которого написано, все время убеждает всех, не бойтесь, не бойтесь, не надо бояться, а потом сам оказывается главным монстром, он всех сжирает. Неплохой вариант для названия. Не надо бояться. Все, бац, поставили, и сразу же, когда читатель открывает и видит эту фразу из названия в тексте, он понимает, о чем. Он потом легко вспомнит, привяжет одно к другому, и у него не возникнет проблем с воспоминанием вашего рассказа. К тому же, если ваша цитата очень-очень прикольная, она может быть даже не прямая цитата, как с черточкой, да, прямая речь, она может быть вполне себе в голове у персонажа крутиться. Например, один из моих рассказов называется «Я сожгу этот мир в пламени моей ненависти». Он про маленького антихриста, и он иногда повторяет эту фразу, но по большей части она все время у него в голове крутится, это как предопределение. Поэтому в названии оно сыграло неплохо, вполне неплохо. И переходим к следующему сразу же пункту. Кликбейтные названия. Да, кликбейтные названия придумали нифига не ютуберы. Еще на заре возникновения книгопечатания уже вовсю использовались обманывающие, интригующие заголовки, которые привлекали читателя. Тут, конечно, зависит от качества текста, потому что если читатель поведется на крутое название, придет, а там фигня, он как бы разочаруется. Поэтому кликбейтные названия надо использовать тогда, когда вы в себе уверены. То есть делать настолько яркое, необычное название, которое точно нигде не встречалось. И при этом иногда ходить по грани. То есть я не говорю, что там использовать мат, либо какое-то чего-то такое 16+, эротику. Это все дешевые кликбейты, как вы сами знаете. Которые в всплывашках, которые от блок блокируют. Узнайте, как увеличить там длину вашего эго. С помощью болотных червей, чего-нибудь типа такого. Это все дешево. На самом деле, очень интересно, когда дается провокация. Например, часто используется местоимение «Я». У Стивена Кинга один из первых, по-моему, рассказов был, что типа «Я малолетний расхититель гробниц». Либо у одного писателя на конкурсного первый рассказ на конкурсе, который я встретил, назывался «Цвета гноя и гнили». И его быстро запомнили, сразу же. Мало того, стали название сокращать до аббревиатуры «ЦГ и Г» и использовать. То есть какие-нибудь небольшие провокашки очень помогут на конкурсах вашему рассказу. Вновь возвращаясь к конкретике. Определение. Определение, причем я имею в виду в классическом понимании. Открываете словарь, смотрите на любое слово и видите, какое у него определение. Читайте. Пример. Например, вы написали рассказ ужасов про телефон, по которому можно созвониться с призраками. Уууу, страхолюдин, страхолюдина. Можно назвать этот рассказ «телефон» либо там «смартфон». Но лучше посмотреть, какое определение у телефона. В принципе, это устройство для связи. И, учитывая контекст, назвать рассказ «устройство для связи» будет весьма неплохо. Особенно, если в рассказе выяснится, что дело было не в телефоне, а в самом человеке. Например, там был медиум, либо наоборот злой призрак его хотели убить. И сам он и есть устройство для связи. Вот. В таком роде можно много чего натворить, много чего придумать, используя тупо определение из словаря или учебника, или вопрос, который в голове всплывает. И есть еще частный случай. Это характеристика чего-либо. То есть, если вы смотрите на хороший день, хороший весенний день, можно назвать рассказ «весенний день», это будет ужасно. А можно дать характеристику, которую дал бы ему ваш главный персонаж. День, в который приятно улыбаться. Либо день, как в детстве. Прямиком из детства. Вот что-нибудь такое. То есть, характеристика этого дня, этого события, этого предмета, даже этого персонажа. Причем, опять же, как и в случае с определениями словаря, может быть просто четкая конкретика, доходящая до абсурда. Человек, который рисует картины. Это то же самое, что художник, понимаете? Как сканворд. То есть, вы берите не одно слово, а из сканворда, когда пишут в загадку. Человек, который рисует картины. Либо, например, если у вас есть какая-то важная сюжетная деталь, и есть определение, ее данное человеком, персонажем в этом произведении, вы можете это все обыграть интересно. Например, если рассказ про вампиров, и персонаж узнает, что там вампиры, например, не умирают от кола в сердце, но зато им можно отрубить голову. Ну, чем-нибудь такой бред. То вот это вот то, что он понял во время Катаксиса, можно сказать так, все, что нужно вам знать, все, что нужно знать о вампирах. Вот. И вынести это в название. Все, что нужно знать о вампирах. Я помню, кстати, рассказ у Уильяма Тена, по-моему, назывался «Никаких вампиров не существует». То ли у него, то ли у Блоха. Отличный рассказ. Собственно, это одновременно и цитата, и определение характера и взгляда персонажа на мир, на рассказ, в котором происходят странные события, но у него позиции никаких вампиров не существует. Собственно, это практически позиция персонажа, вынесенная в название. Это весьма-весьма хороший вариант. И опять же, отличная идея определить жанр уже в названии. Я понимаю, что это выглядит дешево, потому что это попахивает ироническими детективами либо всяческими книгами пропаданцев, типа «Сталин против Гитлера», что-то в этом роде. Да, но если делать это грамотно, это весьма неплохой такой хороший ресурс для ваших названий, для рассказов. Если жанр ужасов, резня, которой вы не ждали, убийство со вскрытием, мы не выйдем из этого дома, земля, где я упокоюсь, сделай мне больно. Как видите, уже из названий этих рассказов примерно можно понять жанр, что это будет хоррор, что это будет какая-нибудь 16+, возможно, что-то такое вот черненькое. Если у вас рассказ именно такой, то это сразу же мгновенно сделает связь между названием и произведением. Ну или если взять какую-нибудь сатиру остросоциальную, либо фантастику ближнего прицела, такой, знаете, на уровне черное зеркало, то подходит название «Смеяться обязательно», «Эмоции по скидке», «Психо-ипотека», «Инфоповод», «Простите, но вы заблокированы». Короче, жанр определять в названии – это неплохо, если вы пишете не про пропаданцев, либо про ПТУ с гоблинами, что-нибудь в этом роде. В любом другом случае, если вам не стыдно за жанр, в котором вы работаете, неплохо его обозначить. Ну и последний вариант, самый крутой, потому что он, в принципе, выбирает в себя все вот эти вот хорошие варианты, которые я только что перечислил. Это название «Образ». Это сделать весьма-весьма сложно, потому что такие названия обычно придумываются уже после написания. Либо-либо в начале, если вот у вас сразу же в голове картинка вот это возникло, главного образа в истории. Например, «Цветы для Элджернона». Ну или для Элджернона, смотри, какой перевод. То есть этот образ в книге самый-самый яркий, он повторяющийся, он несет в себе очень глубокие эмоции, очень глубокий смысл повторения и зацикленности истории. И вынести его на обложку было отличное решение. То же самое, например, взять «450-мин по Фаренгейту». Фактически это одновременно и определение, это определение горения бумаги, температуры. И при этом это сильный образ антиутопии и будущего, в котором запрещена информация. Ну или взять Рим Марка. Он написал книгу, одна из самых знаменитых его книг, «На Западном фронте без перемен». Это отсылка к газетам, которые выходили во время войны в Германии. И если никаких крупных сражений не происходило на военном фронте, то там писали «На Западном фронте без перемен». То есть все так же потихонечку воюют. Но для главного персонажа этой книги именно вот тот день, когда газеты вышли с заголовками «На Западном фронте без перемен», он был самым важным и решающим в жизни. Одним из самых важных и точно самым решающим. Это означает, что даже когда обыватели читают газеты и видят, что ничего интересного на фронте не произошло, это не значит, что солдаты на фронте как бы живут вне войны. Нет, война как началась, так и не заканчивается. И они там перманентно живут в состоянии войны. Они умирают ежедневно, сражаются ежедневно, в страхе ежедневно. Ежедневно у них ломаются судьбы, ломаются психики. И это не зависит от того, были крупные сражения или нет. То есть когда для большинства все тихо и спокойно, для одного конкретного человека на войне этот день полный абсолютный пиздец. Поэтому Ремарк, я не знаю, взял ли он это до того, как начал писать, либо уже после того, как завершил, придумал это название. Но в принципе и в том и другом случае это очень-очень круто. Он сделал этот образ, вот это вот читающего какого-то человека заметку. И одновременно, что там кто-то в этот момент у него решающее там состояние в жизни на войне. Он сместил их в один образ, который в принципе выглядит довольно такой размытый. И поместил название. Очень-очень классно, очень сложно забыть. Очень рекомендую почитать. Вот собственно и все. Надеюсь вам было полезно. Повторюсь, конкретика. Используйте образы, делайте определения, делайте характеристики. Выносите цитаты, выносите фразы людей, либо мысли людей. Их определение чему-то, какому-то событию. Привязывайте локацию, привязывайте жанр. Определяйте место действия. Определяйте само действие в названии. Главное, чтобы вы сами, посмотрев на название рассказа, через год, через два, сказали. Ага, помню, как я это придумал и помню, о чем этот рассказ. Все, надеюсь было интересно. В следующий раз расскажу о плохих названиях и как избежать этих ошибок. А пока что я постою, немного подвигаюсь, а вы подпишитесь на канал. Все.